Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители Картору. Сегодня мы будем делать необычный вызов вашего партнера. То есть мы войдем в поток и дернем вашего мужчину, чтобы у него проснулось чувство ревности. И после этого расклада он вам устроит такой вынос мозга по поводу того, что он вас подозревает, что у вас есть другой партнер. То есть устроит вам такую сцену ревности, что и будет доказательством того, что вы ему не безразличны. Итак, настраивайтесь на своего партнера и начинаем его вызывать. Итак, мысли и чувства его к вам. Что он там испытывает? Мысли и чувства. Ну, ревность, она присутствует однозначно. Хочет он, чтобы вы выбрали его среди двух-трех партнеров. То есть у него есть такие мысли, что у вас кто-то есть. Что вы манипулируете таким коротким длинным поводком. Что вы его дергаете за веревочку. И мысли о том, что кто-то есть у вас, у него однозначно в голове присутствует. И вот это вот чувство ревности, чувство желания устроить скандал, оно уже у него в голове есть и кипит. И мы сейчас его только подтолкнем. Что в подсознании испытывает к вам? Большую любовь. Понимает, что с вами сложно, трудно. Вы неудобная. Но бросить он у вас не может. Хотя ему очень сложно, трудно. И старается он вас больше изучить. И понимает, что вы за ним наблюдаете, как за подопытным кроликом. И просто издеваетесь над ним. Причина перерыва в ваших отношениях. Почему он так поступает? Здесь идет трансформация. И когда ему очень больно, он пытается отойти в сторону. Чтобы как-то передохнуть. Здесь в нем кипят страсти сумасшедшие. И эти страсти связаны с тем, что он хочет с вами продолжения отношений, брака, союза, семьи. Он к этому идет. Он к этому как бы активно двигается. Намерения партнера. Намерения партнера вы. Вы красотка, привлекательная, интересная, легкости ему хочется. Намерения партнера, чтобы выбрали вы его. В намерениях партнера здесь еще такой момент. Он может как бы, чтобы передохнуть с кем-то, пообщаться в социальных сетях помимо вас. Но все настолько для него удобные, что ему хочется, где ему, знаете, приносит какую-то, может быть, духовную боль. Вообще очень многие люди любят страдать. То есть вы ему приносите здесь какие-то страдания. Его страхи. Страхи, что вы с кем-то переписываетесь, что вы с кем-то общаетесь, что вы находите там больше каких-то эмоций, чувств. Поэтому вы как бы уходите в сторону и не замечаете его любви. Надежды относительно вас, что вы холодная, расчетливая, такая стервозная. И вы не будете довольствоваться малым, вы не будете довольствоваться партнерами, у которого финансы поют романсы. И он думает, что вот у него финансов больше, вы выберете конкретно его, то есть по расчету. Ему все равно, как вы его выберете, лишь бы вы были с ним. Что может вам дать? Ну, вообще, он дает вам, как бы, знаете, состояние того, что вы любимые. Он может вам дать тотальный контроль. Он может вам дать разрушение конфликтных ситуаций. И вообще, на самом деле, вот он как бы разрушает вас изнутри. То есть он такой разрушитель вашей жизни, разрушитель вашей комфортной зоны. Да, и вы как бы от него отгораживаетесь, вам с ним некомфортно. При этом он может дать финансы, возможности, дом полную чашу. Чем готов пожертвовать ради ваших отношений? Деньгами готов пожертвовать. Зоной комфорта готов пожертвовать. Здесь он готов уже многим чем пожертвовать, лишь бы вы были вместе, потому что вы его мечта. И готов пожертвовать своими фантазиями и иллюзиями. И готов уже выйти из состояния переливания с пустого порожня и отбегаться дальше. То есть вы его уже приперли стенки своим игнором так, что он понимает, что по его не получится. То есть вы по его правилам не играете. Так, что ждет от вас? Очень много он вспоминает, как у вас все хорошо начиналось, да, как у вас было весело, интересно, комфортно. У него здесь такой момент, что он понимает, что вы выберете или его, или вы закончите отношения. То ли вы вступите в брак, или пошлюте его далеко. И ждет он от вас проявление эгоизма. Вы можете быть и солнышком, вы можете сжечь вообще напрочь, да. Не даете ему эмоций, не даете ему каких-то денег. Тянете резину. То есть не стремитесь быть с ним. Что скрывает, почему? Свои слезы, разочарования, переживания, заламывание рук. Скрывает свои интриги. Скрывает свои какие-то обманы. Скрывает то, что вы для него императрица, умница, красавица. Он вас безумно любит и ждет. Что демонстрирует, дает понять, что он хочет с вами брака семьи. Что вы будете счастливы, что вы получите все, что ждете, да. При этом он демонстрирует свои страхи, сомнения, переживания. Ну, одержим вас заполучить. Показывает свою силу, что он якобы мужчина в отношениях, да. И показывает свой противный характер, что он не хочет меняться, да. Но при этом он хочет получать удовольствие и эмоции. Чем вас и раздражает. Зачем он это все делает? Он это делает, потому что он хочет изменений, он хочет перемирия, он хочет встречи. Как вы на него влияете? Ну, вообще, он, знаете, он понимает, что ему надо принимать ответственность. Что вы хотите с него подарков, денег, что по-другому не будет. Что вы ресурсная, что вы человек, который не подстраивается. И он расстраивается из-за этого, да, что манипулировать не получается. Как он на вас влияет? Вообще, вы хотите каких-то здесь перемен. Вы хотите выйти из тайных отношений. Вы видите, что он такой достаточно жесткий, хладнокровный, скряга, да. Да, и вы понимаете, что это ваша судьба и вообще в шоке. Так, какой кармический урок он вам преподносит? Вы здесь победительница в этих отношениях. Какой кармический урок вы ему преподносите? Его заставляете двигаться. Он понимает, что вы самое лучшее, что в его жизни были, потому что здесь большая любовь. Внешний фактор негативно влияющий на ваши отношения. Это у вас страстный, темпераментный характер, который хотите здесь и сейчас. И очень деятельно и активно на себя только умеете рассчитывать. Что вас разделяет? Здесь большая любовь разделяет, да. То есть при всем том, что она как бы объединять должна, да. Она вот здесь вот как разрушительная идет энергия. Так, что вас объединяет, опять же, вот он как бы во главе этого всего стоит со своей любовью, эмоциями, чувствами, то, что он хочет этих отношений. Какие отношения будут в ближайшие месяцы? Вы для него весь мир, он никуда уходить не собирается. Здесь будет встреча. И здесь он будет активно проявляться в вашу сторону, будет действовать. Какие отношения будут в перспективе? Опять что-то придется тут долго ждать, сдерживаться, да. Опять будут какие-то тормоза, связанные с выбором. Так, у нас колода карт закончилась. Сейчас мы что-нибудь здесь добавим, чтобы досмотреть. Досмотреть. Так, смотрите. Как он повлияет на вашу судьбу? Ну, брак-семья, брак-семья, брак-семья. Вот в любом случае. И смотрите, здесь перспективы этих отношений. То есть брак-семья – это не завтра еще. Так, перспективы отношений. В перспективе отношений. Но здесь нужно что-то разрушать, что-то ломать, что-то ломать его стереотипы о будущем. В перспективе отношений здесь нужно над его демонами, скажем так, победу какую-то одолеть, да. Чтобы он перестал жадничать, чтобы он научился вкладывать ресурсы в женщину, да. То есть вот эта вот его жадность, она как бы вас отталкивает. Так, что еще здесь в перспективе ваших отношений? Будет очень много остановок, торможений. В этом году еще не видно никакого брака семьи. Так, что вам советуют карты в сложившейся ситуации, чтобы вы добились желаемого результата? Так, смотрите, вы должны здесь все-таки что-то изменить настолько, чтобы он понимал, что будет по-вашему, да. То есть вы должны изменить его все мнения. У вас есть ключ в активации энергии. То есть вам надо здесь просто или магическим путем активировать эти движения, чтобы они застой вышли. Или вам как-то так действовать кардинально, чтобы человека, да, зашевелить. И к чему это все приведет? Вот это вот, смотрите, его алчность сумасшедшая, связанная с деньгами, да. А вот ваша задача здесь проявлять такую экологическую агрессию против него. То есть не идти на уступки, не подчиняться, да, потому что иначе он просто о вас вытерет ноги. К чему это все приведет? Сначала будет какой-то застой. Может быть, даже какие-то, знаете, окончания отношений. Ну, то есть так как было, не будет однозначно, он это должен осознавать. Вы здесь, знаете, превращаетесь прямо в желчную ведьму, которая настаивает на своем. То есть вы не уступаете. И все это выводит его из ложных ценностей и вас тоже, да. То есть вы как бы меняетесь оба этих отношений, почему они такие сложные. А ценности его связаны с ненасытностью, жадностью. То есть он, знаете, готов, не знаю, торговаться там за рубль с вами. И дурные какие-то вот его иллюзии, да, и дурман иллюзии, он у него в результате должен закончиться. То есть он должен понять, что так не будет. И опять, смотрите, ключ в управлении временем, да. Ну, то есть как бы время, конечно, уходит у вас. То есть долгий период времени. То есть вам придется над этими отношениями работать. Соскочить не получится, к браку приведет. Но с таким, как он сейчас, жить нереально. И вам придется очень долго работать над этими отношениями. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный. И мы рассмотрим вашу ситуацию. Продолжение следует...